Северный берег Каждый раз, когда мы проезжали мимо этого статного великана, рождалась мысль о некой несправедливости. Нас время тянет куда-то вдаль, а чудо, до которого можно дотянуться рукой, остается незаслуженно обделенным нашим телевизионным вниманием. Так бы, наверное, и дальше откладывали на потом встречу с самым известным алтайским богатырем, если бы нашу съемочную группу не пригласили в экспедицию, отказаться от которой мы просто не имели права. Да здравствует господин счастливый случай Алтайское отделение Русского географического общества. Ну и ну, мы с вами находимся на самой северной вершине Семенского хребта. И это первая гора, которую встречает путешественников в направлении в Горный Алтай. У нее много названий. Летящая белка, часовой Алтай, место тысячи молний. В хорошую погоду эту гору можно увидеть Азбийска, ну а во всей красе она открывается, конечно же, в районе села Долина Свобода. Как вы думаете, где мы находимся? Все правильно? На Кубергане. Впрочем, мы, как всегда, забежали немного вперед. Подъем на гору состоялся на второй день. Экспедиция первой был посвящен празднованию 174-го дня рождения Русского географического общества и Дня географа России. Так что применяем уже не раз проверенный метод. Отматываем время назад. Ну вот, теперь все правильно. Продолжаем. В истории Алтайского отделения Русского географического общества это первый случай, когда открытое собрание членов и активистов общества прошло в экспедиционных условиях. И участников на берегу Платовского озера собралось немало – 60 человек. И география любителей алтайской природы более чем представительная. Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Горноалтайск, Майма, Барнаул, Бийск – села Алтайского края. Удивительные и увлеченные люди собрались. У каждого своя история. Валерия Данилова, например, коллеги прозвали хранителем Бабыргана. Шутят, что он на горе бывает чаще, чем у себя дома. Примерно до 2010 года на вершине Бабыргана стоял бетонный столб с металлическим штоком, который отличал эту вершину от соседней, которая почти такая же по высоте. Вторая – это как бы ложная вершина Бабыргана. Но время разрушило бетон, и примерно в 2010 году удар молнии разрушил этот бетонный столб. Он упал вниз, и тропа сместилась в сторону ложной вершины. Там как бы… Плюс к тому, что на вершине очень много было надписей на скалах. Я поднялся туда примерно в 2014 году, и возникла такая мысль. Собрать остатки моей секции, которую я вел 10 лет, скалолазной детской секции в Майме. И там туда затащить ящичек или сейф, так его можно назвать. И шток для флага. Каждый год флаг этот менять. Мы туда затащили 60 килограммов веса. Нас собралось 10 человек. И в этом сейфе сделали тетрадь для гостей, для записей гостей горы Бабыргана. Значит, с тех пор прошло уже 5 лет, с 2014 года. Значит, три тетради, исписанные, лежат в библиотеке в селе Советском. А последнюю забрал я. То есть на скалах люди писать стали гораздо меньше. Значит, в разы. Значит, что… Как бы, чего мы и добивались. Записи там очень много, юмористических, всяких разных. География очень обширная. И Ленинград, и Киев, и заграница. Чего там только нету. То есть там все можно прочитать. Кто там был. Да простят нас местные рыбаки. Но их рыбацкое счастье тем вечером мы наверняка вспугнули. Потому как песни у костра в исполнении Минустрели и Алтайских красот сменялась одна за другой. А то что же это за встреча друзей единомышленников без хорошей песни от Вадима Глинина. Ах, Сибирь моя матушка, Алтай моя батюшка, С тужа до свяка. Учится тройка быстрая, В ней со мной рядышком, Та, что сердцу моему очень дорога. Учится тройка быстрая, В ней со мной рядышком, Та, что сердцу моему очень дорога. Продолжение следует... Пусть будут дождь, снега и холода, Мне постоянно хочется туда. Пусть будут дождь, снега и холода, Я хоть сейчас готов пойти туда. Я хоть сейчас готов пойти туда. Вот таким лирическим гимном Бабергану в авторском исполнении Александра Полового Му Баюкалигору в надежде на то, что наша встреча с ней утром пройдет в теплой дружественной обстановке, В том смысле, что без дождя. Утром экспедиция разделилась на два отряда. Часть ушла на вершину пешком, Часть отправилась туда же на автомобилях клуба «Автобиск 4х4», Груженных спецаппаратурой и телевизионщиками. Подъем моторизированного отряда Значительно затруднил прошедший накануне ливень. И в какой-то момент возникли сомнения, А вообще такое возможно подняться туда, наверх? Мы скатывались по мокрой траве и снова штурмовали уклон. Буксовали в раскисшей земле и застревали в каменных ловушках, Ловко укрытых Баберганом в густой траве. Но дорогу оселит идущий, в нашем случае – едущий. Три часа подъема. Из пяти машин практически на вершину Бабергана забралась только одна. Искренне спасибо Артему, водителю. Сомневался, буксовал, но забрались. Чем это хорошо? А тем, что аппаратуру на себе ребятам не пришлось тащить. И генератор, и куча всяких разных веревочек и канатиков. Ты много раз принимал участие в соревнованиях, в троферейдах, в фестивалях. Никто не снимал. Никто тебя не снимал. Где сложнее было? Там или здесь? Здесь, потому что здесь я доехал один, а на соревнованиях-то там все добиваются. Просто кто-то быстрее, кто-то медленнее. А здесь именно не на скорость было, а на сложность, на проходимость. Не знаю, у меня получилось. Ребята не смогли. Лучший оправданный риск, наверное. У нас получилось, но была миссия доставить оборудование. Так что мы сделали это. Это было важно. Где-то через час сюда наверх поднимется еще одна машина автоклуба. Так что спускаться будет уже легче. Но это будет потом, вечером. А сейчас самое время сказать, что за аппаратуру мы так настойчиво поднимали сюда, к подножию скал на самой вершине Бабргана. Меня как-то всегда удивляет, что люди приходят, маленький легкий баллончик с краской приносят в горы и рисуют свои надписи, имена. А вот чтобы это все убрать, целые технологии требуются. И требуется очень много и сил, и ресурсов. Вот мы сейчас добирались максимально близко к вершине Бабргана для того, чтобы снять следы вот этих варваров со скал. Итак, наши экспедиции превращаются не просто в прогулку по красотам самой северной вершины Семинского хребта, а получают статус экологической. Никогда не видели, как чистят скалы. Мы раньше тоже. Какую краску сложнее счищать? Белую или синюю, или красную? Нет, ну основная проблема там, аэрозольные баллончики, то есть на самом деле, потому что под давлением краски достаточно далеко пора попадает. И для того, чтобы удалить, приходится снимать очень глубоко, то есть на самом деле. И такие загрязнения, они даже таким сложным, даже технологическим уже способом, как пескоструйная обработка, тоже не удаляются. То есть хорошо удаляются, только вот, скажем, те, которые поверхностные, масляные краски, ну сверху, они даже самой природой, как бы погодой просто удаляются, лопаются, трескаются, и вот это как бы покрытие исчезает. А вот аэрозольный баллончик, к сожалению, самое такое неприятное. Для Валентина Смирнова это далеко не первая экологическая экспедиция. Более ста дней в прошлом году провели в экспедициях сотрудники РГО. Валентин работал на Колыванском озере, да и на Баберган поднимается с аппаратуры не в первый раз. Говорит, что однажды тащили ее сюда пешком почти шесть часов. Итог того запомнившегося подъема – сто квадратов очищенных скал. Коли, Люси, Оси и Кисы из Томской, Шипунова, Шульгинки, Новосибирска. Порой диву даешься, сколько усилий горе-туристы потратили, чтобы забраться куда повыше, чтобы оставить на скалах свой автограф, который потом будет уродовать скалу. Ради чего? Чтобы оставить свой след потомкам? Неужели непонятно, что вот такая надпись ничего общего с петроглифами не имеет, а говорит только о безбрежной глупости и непроходимой дремучести того, кто ее оставил? Вот чтобы эту скалку очистить, сколько времени понадобится? Ну, во-первых, сразу надо сказать, что полностью очистить, в принципе, почти невозможно. Мы ставим перед собой задачу, формулируем ее так, убрать читаемость надписей. То есть идея состоит в чем? Что если, например, будет понятно, что, например, надписи будут нечитабельны, или их не будут читать, может быть, это как-то смотивирует, что не надо будет рисовать на самом деле. Работа нашлась для всех. Тот, кто не задействован на чистке, собирает мусор. Правда, в этом году сюда уже приходили несколько раз волонтеры во главе с Валерием Даниловым. Но туристы сюда все-таки приходят чаще. И дары батюшке Бабыргану приносят редко. Чаще оставляют мусор. Приятное удивление, что в этом году посещение нет мусора в большом количестве. То, что мы находим здесь, это все старое. Уже обожженные банки, там что-то еще. В позапрошлом году мы приехали под осень. У меня было 8 мешков. Мы здесь именно на одной только этой поляне 8 мешков собрали. Потом мешки кончились. Мусора осталось примерно еще половина. Но вот я знаю, что ребята, которые подключаются к этому делу, это группа Данилова, Валера из Маймы, клуб Бабырган из Советского, ребята тоже. Как бы уже взяли за порядок. И даже не зря называют хранители Бабыргана. А вокруг красотень красотища. Если добавить к этому осознание, что ты находишься на одной из самых овеянных легендами вершин Алтайских гор, получается не просто ну и ну, а ну и ну в квадрате. Здесь на Бабыргане постоянно испытываешь чувство некого дежавю. Почему? Потому что, например, некоторые скалы, лично мне очень напомнили Чокпортас. А вот то, что находится наверху на этой скале, посмотрите, тоже дежавю. Где мы с вами видели такого же кота? Ну, почти такого же. В Чальгинском скальном кольце. Представляете, какая удивительная скала? Она собрала и вобрала в себя все. Вот, а сейчас я там вижу прям вот глаз. И это не рисунок, это природа. Так что немудрено, что здесь видят призраков. А вот о том, как Бабырган явил нам свое око, мы расскажем вам ровно через неделю и представим несколько тайных ликов многоликого и великого часового Алтая. Смотрите программу НУИНУ на странице Бийского телевидения, на видеохостинге Ютуб, а также в группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова